Музыка Иоанна 8 глава Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Господь Иисус говорит, я много имею говорить. У него было много, что сказать, но он говорит, Отец мой истинен. Это значит, что такое истина? Значит, он точно знает, что нужно сказать. В нем вся истина, и поэтому, будучи истинным, потому что Христос есть истина, он говорит, как я слышал от Отца, так и говорю миру. Господь говорит, я имею много говорить. У Господа есть великое царство на небе, у Господа есть много интересных тайн, у Него есть знания всех жизненных судеб и историй. Но Он говорит, но Отец мой истинен. И поэтому я говорю только то, что слышу от Него. В этой проповеди я еще раз хочу подчеркнуть мысль, которую несколько раз и недавно излагал, что Господь сказал, что я ничего не творю, если не вижу Отца Творящего. И я хочу напомнить пятую главу и некоторые другие места, которые говорят то же самое. «Христос исцелил тяжелобольного». Ему возражали на это, потому что Христос исцелил в субботу, а по понятиях тех людей, иудеев, в субботу ничего нельзя было делать, кроме определенно регламентированных, ограниченных дел. Поэтому они исключали исцеление, они исключали Божьи чудеса, настолько человек может быть узконаправлен, насколько может быть ограничен и связан догмами и доктринами. Но когда Христа обвиняли за то, что Он человека исцелил в субботу, а человек 38 лет лежал расслабленным, то есть парализованным, когда Иисуса Христа обвиняли, Он сослался на Своего Отца. Он сказал, «Отец Мой отныне делает, да ныне делает, простите. Отец Мой да ныне делает, и Я делаю». И позже Он говорит, «Сын ничего не может сделать, если он не видит Отца Творящего». Здесь говорится Слово Божие нам, дорогие, чтобы мы научились от Иисуса, чтобы мы учились от Иисуса говорить только то, что говорит Господь, и делать только то, что говорит, что делает Господь. Это и жизнь совершенной воли Божьей. Это та жизнь, которую Бог хочет от нас. Это является ключом Божьего благословения, потому что если мы творим волю Божьей, если мы говорим то, что Господь говорит, то представьте, какие же это будут сильные слова. Если мы будем делать то, что Бог делает, какие же это будут чудные дела. Если мы судим или рассуждаем, старое слово судим, или рассуждаем, как рассуждает Отец, то мы находимся в совершенной воле Божьей. И тогда, написано, Отец не оставил меня одного, потому что я делаю то, что Ему угодно. Тогда мы будем с Богом, и Бог будет с нами. Сегодня для нас, для церкви, я верю, это слово важно. Бог хочет поставить нас в роль церкви, которая принадлежала Христу на земле, в смысле породу служения. Искупительное служение, искупительную жертву только Господь один совершил за нас. Но исполнение воли Божьей, роль церкви, делать дела Господа, творить чудеса Господа, спасать погибающий мир. Нам необходимо это делать через то, что делал Господь. Слышать истинного Отца. То есть, слышать Отца Творящего. Слушать голос Господа. Слушать, что Он нам говорит из Библии, когда мы читаем дома. И делать то, что Он нам говорит. В этом есть наша пища, как Христос сказал. Моя пища творить волю пославшего Меня Отца. Это доставляет наслаждение человеку. Когда человек услышал о том, как посланные им деньги в российскую семью, там, в Орловской области. Деньги оказались своевременными, что семья заплакали и пошли в магазин покупать хлеб. Какая радость сердца человека, что он сделал правильный поступок. Он слышал от Господа. Он слышал голос Божий. Благословенный тот служитель, который послушался Господа, прежде чем сеть в самолет. Господь сказал ему, отдай всю свою зарплату. Отдал четвертую часть, но потом не смог. Не смог сопротивляться. Голосу, который внутри побуждал, он сделал это. А в самолете попутчик пожертвовал ему гораздо больше. Господь, Он учит нас жить совершенными путями. Пришло время для нас, друзья, чтобы мы ходили совершенными путями Божьими. Чтобы мы возжелали, возжаждали совершенной Божьей жизни. Сказали, Господи, что скажешь Ты, то скажу Я. Когда-то пророк Михей, сын Имвлая, стоял перед двумя царями. Царь Асофат, царь Ахав, которые вышли на войну. Ахав позвал Исофата, чтобы Асофат поддержал его в сражении. Но они попали в проблему. Они оказались в пустыне. Они пошли дорогой Едомской, приняли неправильный маршрут. И когда они решили пойти пустынной дорогой, тогда войску не хватало воды, не было воды. Сколько бы их ни было сотен тысяч, они готовы были умереть от жажды. И тогда Исофат, который боялся Бога, он сказал, есть ли здесь пророк Господен? Как мы рассказывали историю здесь. Есть ли священник самолет? И когда пришел Михей, он сказал слово Господне. Нет, это пришел, простите, Елисей. Но Михей, он пророчествовал Ахаву, когда четыреста других человек говорили, что ты победишь, все будет хорошо. Но Михей сказал так, что скажет мне Господь, то скажу я. Смотрите, какая ответственность. Сказать то, что не сказал Бог, это неправда, это ложь. Говорить в жизни слова, которые Бог не говорит, я верю, что это большой грех. И Бог продолжает нам сегодня говорить, то, что мы слышали в воскресенье. Я хлеб жизни, сказал Христос. Кто будет есть этот хлеб, он не будет жаждать и алкать никогда. Господь хочет, чтобы мы настроились, как церковь, на божественную волну, на божественное слово, и начали слушать слово Бога и выполнять его в этом мире. И слово это будет уникальным. В определенных ситуациях это будет особенное слово. Как сказал пророк, копайте рвы в пустыне, рвы за рвами. Вы не услышите ветра, не увидите дождя, а рвы наполнятся водой. Но мало того, Господь говорит, я вам дам победу над мавитянами. И вы сделаете то и то. Вы возьмете камни, вы бросите на их участки, испортите их, вы засыпите их колодцы. Бог даст вам победу. Вот такое было слово, и оно исполнилось. Именно исполнилось так. Христос ходил по земле, и Господь, когда Он ходил по земле, Он говорил и действовал в совершенной воле Божьей. Здесь в Евангелии, Бог говорит нам, я имею много говорить, но Отец мой истинен. Что Он говорит, что я слышал от Него, то говорю миру. Друзья мои, пришло время говорить миру то, что говорит Господь. Пришло время слышать слова Духа Святого. Пришло время слушать внимательно, что хочет Господь от церкви, быть вводимыми Духом Святым. Пришло время, чтобы пасторы, служители, священнослужители, члены церкви, были действительно помазаны, наполнены, вдохновлены силой Божьей, и пошли к этому слову с точным, простите, пошли к этому миру с точными словами Господа. Христос, будучи Сыном Божиим, Он мог бы многое сказать. Он имел все знания откровения, но Он говорит, Отец мой истинен. То, что я слышал от Него, то говорю вам. И далее, они не поняли, что Он говорил им об Отце. И в 28-м стихе Иисус говорит, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. У меня есть большое желание, чтобы Бог дал мне милость Свою, говорить слова истины, только то, что говорит Господь, только то, что Он хочет. Это значит, нужно сделать оценку всем ненужным словам, которые мы делаем в течение дня, и отказаться от них, отречься от них, покаяться. Это сказать, Господь, прости за ненужные слова, за ненужные разговоры, за ненужные эмоции. Помоги мне говорить то, что я услышу от Тебя. Точные слова Божественной истины. Когда Бог призвал пророка Изяки Иля, то Господь сказал Ему слова серьезные. Он сказал, ты припояшь свои чресла, ты встанешь, и ты будешь говорить то, что Я скажу. Я положу на тебя оковы. Ты не сможешь говорить, когда Бог не хочет, чтобы Он говорил. Ты будешь молчать. твой язык прилипнет к гортане твоей, и ты не будешь говорить. Но когда Я скажу, ты будешь говорить. В Ветхом Завете Бог помог ему сверхъестественно. Он сказал, я положу преграду, то есть я сделаю так, что ты анимеешь, ты не сможешь говорить ничего другого. и твой язык, он прилипнет к гортане. Но когда Я скажу, ты будешь говорить. Это было совершенное водительство Господа. Более того, Бог сказал, я положу на тебя бремя. Ты будешь лежать на боку 290 дней, и ты будешь пророчествовать. И ты будешь есть лепешки и хлеб, и Бог дал ему состав, чтобы он смешал вместе пшеницы и полба и бобы и другое зерно и пек эти хлебы на коровьем помете. Лежал, и он говорит, ты не поднимешься. Ты не поднимешься со своего бока. Кажется, почему Бог это говорил? Потому что он сказал, ты будешь держать осаду против Иерусалима. Ты будешь лежать на боку, и ты будешь пророчествовать городу. Это будет начерченный или там как бы макет. и ты будешь говорить. А потом ты повернешься на другой бок и будешь лежать 60 дней. Смотрите, что сделал Бог. Бог избрал людей, которые говорили нации и говорили так же и физически такими действиями, которые они никогда бы сами бы не согласились. Потому что кто бы согласился лежать на одном боку 290 дней, это больше, чем, наверное, 9 месяцев или где-нибудь так. Кто бы согласился лежать на боку и говорить, и говорить Израилю, чтобы они покаялись, и чтобы они пророчески говорить им о том, чтобы они обратились, что город будет взят и так далее. Бог употреблял Азекииля, когда он находился переселенцем в Хаваре, то есть в земле Вавилонской. Наверное, никто бы из нас не хотел бы быть связанным, быть как парализован и скованным и говорить, и говорить только то, что хочет Господь. Но Бог вынужден был это сделать, чтобы донести слово до народа. И к Нему подходили и пытались его поднять и говорили возможно ему, что давай мы тебе поможем. Но это было бесполезно. Его тело не работало. Он был неподвижен. Бог хотел через него сказать слово. Сегодня в Новом Завете Господь Он не говорит так нам с вами. Он не делает нас в таком положении, чтобы мы были ограничены. Хотя есть и те, которые может быть и по воле Божьей находятся в определенных ограничениях. Но Господь говорит тебе не то, чтобы мы сидели или лежали. Но Он говорит иди и проповедуй во все народы. Господь поднимает нас и Он говорит. И как бы хотелось, чтобы мы наш язык, он действительно прилип к гортани, чтобы мы забыли слова, которые мы хотели сказать отрицательные. И чтобы мы говорили только положительные, только добрую весть. Как бы нам хотелось, чтобы мы не согрешали устами, чтобы мы говорили только то, что говорит истинный Отец. Кто согласен с этим, скажите Аминь. И Иаков об этом говорит, что нехорошо так, братья, что мы теми же устами благословляем Бога и теми же устами проклинаем человека, созданных по подобию Божьему. И он говорит о том, что язык есть неудержимое зло. Поэтому Бог обличает свой народ через Иакова и говорит нам в Новом Завете, чтобы из одного источника не должна течь горькая и сладкая вода. Нам нужно принять решение, что мы будем говорить то, что говорит Господь. Христос говорит, я много имею вам сказать, но Отец мой истинен, что слышал от Него, то и говорю миру. Петр говорит в послании, первое послание Петра, 4 глава, 11 стих. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Господь. Я верю, что наступает время, сегодня, в смысле настоящее время. Оно важно для нас тем, что нам необходимо полностью подчиниться воле Божьей. Нам необходимо полностью войти в помазание, в том числе в пророческое помазание, которое имеет Господь. Он хочет говорить народу. Поэтому нам нужно иметь готовое сердце, чистое сердце, свободное сердце, для того, чтобы Бог мог говорить через наши уста и действовать через наш дух, наше тело, нашу душу, так, как хочет истинный Отец. Это серьезная вещь сегодня нам, потому что Бог хочет преобразить и изменить нас, чтобы мы были церковью, которая является светом для мира, которая является голосом Божьим. И для этого нам нужна перемена. Каждому из нас нам необходимо измениться. Читая о Христе, и мы находим, что Он делал и что Он говорил, это оказывается то, что говорил Бог с неба. И это прямое учение для нас, чтобы нам быть внимательно и направленным к Господу, чтобы Он дал нам ясное послание, ясную весть от Духа Святого на евангелизации, на богослужениях, в уличных собраниях, встречах с нашими знакомыми, с разговорами и беседами с друзьями, знакомыми, сотрудниками, чтобы Господь мог говорить и действовать. Тогда это будет точно Слово от Бога. Согласитесь, любые эмоции, огорчение, печаль, раздражение или гнев еще хуже, это оскорбляет Святого Духа, и тогда Святой Дух не может действовать. Но если мы говорим гневу нет, мы говорим обиде нет, мы говорим огорчению нет, пустой, ненужной плотской информации нет, но мы открываем свое сердце и мы говорим так, слово говорит в книге откровения, имеющий ухо, да слышишь тот Дух говорит церквям. И мы говорим Святой Дух, я хочу, чтобы Ты говорил мне, я хочу, чтобы Ты сказал мне, как Павел сказал, не перестаем молиться и просить, чтобы вы исполнялись по знаниям воли Его. И тогда каждый из нас, Иван, Сережа, Катя, Светлана и так далее, мы говорим Господь, я хочу слышать Твой голос. И если Сам Иисус сказал, я имею много сказать, но Отец Мой истинен. Есть много свидетельств, может быть, в Твоей жизни, много есть историй, много есть того, что рассказать, я не говорю уже о плотской стороне, но Бог хочет, чтобы говорить точно через Тебя и через Меня точные слова истины. И поэтому 38 стих той же главы главы Иоанна, Он говорит, продолжает эту же истину, Иоанна 8, 38, Господь говорит, я видел, простите, Иоанна 8, 38, я говорю то, что видел Отца Моего. Не надо сейчас Иисуса отдалять от нас и думать, что это только Господь должен был видеть у Отца, это только Господь должен был слышать от Отца. Мы как верующие верим, что Бог говорит детям Своим, Он говорит, овцы Мои слушают голос Мой, Иоанна 10, глава. Так написано, друзья, кто верит, скажите Аминь. Овцы Мои слушают голос Мой, идут за Мною, и знают Меня, я знаю Моих, и они знают Меня. Овечка Наташа, Овечка Оля, Овечка Татьяна, каждый из нас слышит, может слышать голос Божий. И это хорошо. В мире Овца считается оскорбительное слово, но на самом деле это Божье животное. Братья сказали в Редцентре, все утро овцы такой хор устроили под окнами. Я говорю, наверное, какая-то причина была. Они говорят, ну да, дождик идет, а он же им не нравится. И вот они все как устроили хором, бе-бе, все начали, и братьев разбудили в Редцентре. Потому что овцы, они просят защиту убежища, потому что разобрали их сарай, вот тебя ли они просят, защиту ищут. Но не только овцы могут говорить, Бог говорит, овцы могут слышать голос своего пастыря. И поэтому Господь, и я хочу говорить серьезно, друзья, это очень серьезно, наступило ответственное время для нас говорить только то, что хочет Господь, делать только то, что хочет Господь. Поместная церковь, она должна быть внимательным голосу Духа Святого. Поэтому верующие собираются вместе и говорят, Господи, открой нам волю Свою, дай нам познание воли Своей. Мы хотим знать, что Ты хочешь в это последнее время. Верующие собираются на конференции. 4 августа мы хотели бы собраться послушать, что Господь нам скажет через пастора Рейна. Мы можем молиться вместе, потому что это важно. Тогда будут Божьи дела совершаться. Итак, 38 стих говорит, так, Иисус говорит, я говорю то, что видел отца Моего, а вы делаете то, что видели отца Вашего. Он сказал это неверующим. Они делают то, что видели у отца. Видели ли они этого отца своего? А Господь говорит, отец Ваш дьявол. Что они видели у отца своего? Разве эти люди видели дьявола? Они его не видели. Дьявол хитро спрятался. Но Он им показал те дела, которые они должны делать. Он дал им видение воровства. Он дал им видение, что? Взять камни и убить Иисуса. Это был их неправильный отец, сатана. Он говорит, вы ищете убить меня, человека, который сказал истину. Они брали камни, чтобы убить. Они видели это, то есть у них было представление. У Каина было представление. Он сказал брату, пойдем в поле. Почему он сказал? У него было видение. Господь сказал ему, у двери грех режет. Господствуй над ним. У него была картина. Он увидел у сатаны то, что он должен сделать. И когда он был в поле с братом, он убил его. Может быть камнем, может быть каким-то палкой, какой-то палкой или каким-то острым предметом. Он видел у отца своего. Но Господь здесь говорит, я говорю то, что видел у отца моего. Бог хочет тебе дать картину, дать представление. Служение материальное, служение на кухне, служение в здании. Он может ясно дать видение. Потому что он имеет все познание, все откровение, всю мудрость. 38 стих. Я говорю, что видел у отца моего. Давайте скажем, я хочу говорить то, что увижу у моего небесного отца. Далее, 40 стих. Иисус говорил, теперь ищите убить меня человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Скажем, истину, которую слышал от Бога. Истину, которую слышал от Бога. Истина, которую слышал от Бога. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. И последнее, что мне хочется сказать. Иеремия, первая глава с 9 стиха. Когда Иеремия говорил, Господь, я не умею говорить, то есть я не могу говорить. Кто-то из нас скажет, я по плоти говорю, я часто обижаюсь, я переживаю. но Господь говорит, не говори, я молод, ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, я с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Знаете, одного пастора Господь сказал, что избавит. Был пожар, есть книга, мне предложили эти книги, я хочу привезти их сюда и почитать, чтобы мы церковь получили бесплатно, свидетельство из Норвегии. Был пожар, и пожар полыхал 16 часов, но Бог ему сказал, я тебя сохраню. И он был в доме, и он не уходил из дома, потому что он был исполнен Духом Святым. И ему было сказано, я тебя сохраню. Вот Бог говорит, я и Иеремию, я тебя сохраню. Сохранил ли Бог Иеремию? Когда мы читаем книгу Иеремии, сохранил? Да, сохранил. Пришли вавилонские войска, но они сказали, живи там, где хочешь. Ты пророчистал правду от Бога. Что ты хочешь, мы тебе дадим. Они говорят, ты хочешь, можешь с нами пойти, хочешь, можешь остаться. Он говорит, я хочу остаться здесь, в этой земле. Бог говорил ему, я сохраню тебя. А ведь люди ненавидели его, бросали его в яму, полную грязи, без воды. Его били, его оскорбляли. Но Бог сказал ему когда-то, я сохраню тебя. И Бог сказал этому пастору, я сохраню тебя. Вы знаете, единственный дом сохранился в этом поселке или в городе пастора. 16 часов был пожар. У него даже краска не поплавилась. Его вытаскивали из дома насильно. Он говорил, нет, я не пойду. Его вытащили из дома, зря. Дом остался цел. Вещи его вытащили. Он говорил, не нужно. Его вещи вытащили в парк. Вещи сгорели в парке. А дом остался целым. Экскурсовод, который показывает поселок, он говорит, ну вот, по преданию, по слухам, вот пастор и служитель, его дом, или служитель его, его дом остался, вот один дом не сгорел. Как будто бы его спас Господь. И его дочь позвонила на эту редакцию, сказала, как вы могли так говориться с иронией? Ведь я его дочь. Бог действительно его сохранил. И Бог говорит, я сохраню тебя. Но знаете, что Господь сказал ему в 9 стихе? Господь простил руку и сказал, и коснулся уст моих, и сказал, вот я вложил слова мои в уста твои. Кто-то скажет, я не пророк. Друзья, мы дети Божьи Нового Завета. Бог хочет вложить свои слова в твои уста, чтобы мы говорили точно то, что говорит Господь. «Смотри, я вложил, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Бог говорит, я поставил тебя. И 17 стих. «Ты припояшь через сла свои, встань и скажи мне все, что я повелю тебе». Простите. «Ты припояшь через сла свои», то есть опояшься. «Встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Вот я поставил тебя ныне, сегодня, укрепленным городом, железным столбом, медной стеною на сей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его, против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою», говорит Господь, «чтобы избавлять тебя». Бог говорит, «Я вложил тебе слова, и я поставил тебя». Бог хочет то же самое делать в церкви, Он хочет, друзья, в моей жизни и в твоей жизни. И когда я читаю о том, что Христос говорил только то, что слышал от Отца, мне становится не по себе. Я говорю, «Господь, как еще нам нужно изменяться? Как еще нужно изменяться мне?» Кто так же понимает, что нам нужно измениться в своих словах? Но когда мы изменяем свою речь, когда мы начинаем говорить только, что говорит Господь, и делать, что хочет Господь, тогда сила Божия будет могущественно осуществляться. И тогда, может быть, будут такие чудеса, как тот человек, который 38 лет болел, как женщина, которая 18 лет была связана с Сатаной, и другие-другие чудеса и знамения, потому что ты будешь делать то, что делает Господь, и говорить то, что говорит Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok